Кассета восьмая Кассета восьмая Несогласие этих явлений с законами мира земного Можно сказать, что эта непонятность и это несогласие составляют главное из всего того, на чем основывает отвержение действительности этих явлений В них уже заключается, если не основание, так по крайней мере побуждение и для всех других возражений против этой действительности Из других возражений более известны и следующие Во-первых, говорят Передаваемые нам Священным Писанием и Церковью явления духов были не более как чисто субъективным действием собственного воображения тех людей, которые будто бы видели эти явления На чем основано это мнение? В самых известиях об этих явлениях не заключается для него никаких оснований, потому что в них ясно и определенно говорится, что это были действительно явления духовных существ, а не что-нибудь только мнимо воображаемое При том, самый характер этих явлений не допускает мысли об их призрачности Они имеют такую ясность и определенность, представляют такие подробности и обстоятельства, которые возможны только в действительных происшествиях и совершенно невозможны при одних призрачных видениях Возьмем, например, хоть явление ангелов Аврааму Находясь в совершенно здравом, трезвом состоянии духа, свободный от всякой болезненной возбужденности воображения Он принимает ангелов в виде странников, угощает их, ведет с ними разговор Все это продолжается довольно долгое время и имеет ясность и определенность, свойственны только действительности И как в продолжении всего этого, так и после Аврааму никогда и в голову не приходило, чтобы все это было только действием его собственного воображения Допустившие подобные явления могли быть действием одного воображения, по крайней мере, социальных совершенно здравых людей Совершенно нельзя Очевидно, это мнение имеет своим главным основанием тот уже опровергнутый нами взгляд Что будто эти явления невозможны Оно есть только необходимое логическое следствие этого взгляда Если бы эти явления, как действительные явления духов, были бы невозможны В таком случае, конечно, оставалось бы смотреть на них не иначе, как на субъективные произведения человеческого воображения И люди, разделяющие этот взгляд, поневоле уже должны смотреть на них не иначе, как так Отвергнув возможность и действительность этих явлений, как действительных явлений духовных существ Нужно же дать и какой-нибудь положительный взгляд на них А при таком отвержении взгляд на них возможен не иной, как только тот Что они субъективные произведения человеческой фантазии А так как это отвержение совершенно безосновательно, совершенно неверно Как мы уже видели То, значит, этот взгляд остается без всякого основания Потому что другого основания, кроме этого взгляда, для него нет Так как эти явления совершенно возможны И так как мы имеем несомненные исторические свидетельства о том, что они были действительно То очевидно, при этом нет никакого права, никаких оснований Признавать их одними субъективными произведениями человеческого духа Говорят, наконец, в опровержении защищаемой нам и истины так Известно, что существует бесчисленное множество таких рассказов о явлениях духов Равно как и о других чудесных происшествиях Относительно которых уже с несомненностью доказано, что они суть чистые выдумки Порожденные народным невежеством, суеверием и предрассудками Это дает основание думать, что к этой же категории рассказов Относятся и те рассказы о явлениях духов Которые передаются священным писанием и церковью Умозаключение совершенно произвольное Что существует бесчисленное множество рассказов о явлениях духов Вымышленных, ложных Это совершенная правда Но этот факт сам по себе Дает ли какое-нибудь право признавать вымышленными И рассказы, сообщаемые нам священным писанием и церковью Конечно, не дает никакого права Из того, что об известного рода предметах Могут быть и есть рассказы ложные Вовсе нельзя заключать, что и все вообще сведения об этих предметах были ложны Это кажется слишком ясным для того, чтобы нужно было даже доказывать это Едва ли найдутся такие предметы в целом мире О которых бы когда-нибудь и где-нибудь не существовало каких-нибудь ложных понятий Вымысла, лжи Значит, если судить по той логике, по которой делается указание Умозаключение То нужно бы отвергнуть верность всяких сведений И о всех предметах Что касается того вопроса Что были за тела, в которых являлись отшедшие души Были ли это действительные тела или только призрачные, мнимые То, как уже сказали мы Мы не имеем достаточных оснований для окончательного решения этого вопроса Но неудобно решимость этого вопроса, очевидно, вовсе не дает никакого основания Сомневаться в самой действительности явления этих существ Так же точно, как вообще непонятность образа совершения факта Не дает никакого права отвергать саму и его действительность Этот вопрос касается не действительности этих явлений А только способа их совершения Следовательно, и неудобно разрешимость его ничего не говорит против их действительности Итак, действительность передаваемых нам священным писанием и церковью Фактов и явлений отшедших душ Так же несомненно, как несомненно истины Сами сообщающие их источники И следовательно, в одних уже этих фактах Мы имеем неопровержимые доказательства Действительного бытия мира духовного И полнейшее опровержение Так распространенного в настоящее время Отрицание этого бытия Смотри книгу о явлении духов И тайны загробного мира А. Калмета Перевод с немецкого 1877 год Призраки и наука Под вышеприведенным заглавием В майской 1888 года Книжки Всемирно распространенного журнала Revue du monde В котором, как известно, сотрудничают лучшие передовые умы Франции Появилась статья Трактующая об известном уже нашим читателям труде Мейерса, Гернея и Подмора О призраках Давно ли было то время Когда не только для ученого Но и для всякого сколько-нибудь образованного человека Считалось совершенно непозволительным и немыслимым Серьезно говорить о таких предметах Как симпатия Пророческие сны Действия мыслей на расстоянии А тем более призраки А между тем мы видим Как относится теперь к тем же предметам Солиднейший европейский журнал К счастью, говорит автор статьи Находятся отважные исследователи Которые не боятся ни противоречий Ни сарказмов И которые осмеливаются выходить из избитой колеи Что и составляет, по мнению Шарли Рише Существенный признак истинного ученого В этом отношении Авторы фантастност Действительно настоящие ученые Они не побоялись показаться смешными Не отступили перед трудностями вопроса И их любознательность привела их К одной из величайших тайн Человеческой жизни Существует ли вокруг нас высшее Или лучше сказать Отличающееся от нас существо С самого нашего детства Мы так хорошо освоились Значением таких слов Как призрак, привидение, выходец с того света Что всякое дальнейшее разъяснение Этих слов излишни Привидение или призрак Есть образ, не имеющий тела И которое, однако, говорит Движется и действует, как живой человек Подобными историями Нас убаюкивали еще в колыбели Если старые няньки и верят В выходца с того света То ученые давно в них перестали верить И нельзя не сознать Что на первый взгляд Очень странно звучит сопоставление слов Призрак и наука И подчинение призрака Научному исследованию Но, однако же, почему же бы и не подвергнуть Научному исследованию явления призраков Кто же может ограничить пути для истины И на основании узкого, так называемого, здравого смысла Решить, что такая-то вещь возможно, а такая невозможно Что касается нас, то мы очень признательны Мейерсу, Гернею и Подмору за их бесстрашие Желаю ближе познакомить читателей со смыслом, передаваемых авторами Слово призрак Приводит на выдержки несколько фактов Заимствованных из книги авторов Фантасмос 25 марта 1880 года Говорит некто, господин Вингфильд Я собирался ложиться спать Почитавший довольно долго книгу, лежа на диване Я еще не встал с дивана И оканчивал свое чтение Как вдруг я очень явственно увидел Своего брата Ричарда, сидящего на стуле против меня Мне казалось, что я ему говорил что-то И он мне отвечал наклонением головы Наконец он встал и вышел из комнаты Когда я вполне пришел в себя И я увидел себя одной ногой на диване И другой на полу Бессознательно повторяющего имя своего брата Впечатление было так сильно и так живо Что я вышел из спальни и стал искать брата в зале Я осмотрел стул, на котором он сидел И ничего не найдя, лег спать Но до самого утра не мог заснуть Когда я наконец проснулся То впечатление от моего видения Оставалось еще очень сильно Я записал в своей записной книжке Об этом случае Три дня спустя я получил известие Что мой брат Ричард Скончался в 8 часов вечера 25 марта Вследствие падения с лошади на охоте Г и Элл служащие в администрации В продолжении последних 8 лет Были связаны с самыми тесными узами дружбы В понедельник 19 марта 1983 года Элл отправляясь на службу Почувствовал себя нехорошо Он зашел в аптеку, где ему дали лекарство Объяснив, что у него болезнь печени В среду он все еще чувствовал себя нездоровым В субботу он не явился на службу Г узнал от доктора, что его друг не совсем здоров Причем доктор объяснил, что ничего серьезного нет Вечером в субботу Эс, страдая головной болью Сказал жене, что чувствует небольшой жар После этого он лег И минуту спустя увидел своего друга Элл Стоящего перед ним Одетого в свой обычный костюм Он заметил даже такие мелкие подробности Как черный креп на его шляпе Свет жилета и трость в руке Элл пристально посмотрел на Эс и вышел Последний позвал жену и спросил Который час? А ответила Без десяти минут девять Я спрашиваю об этом, потому что Элл умер Я его сейчас видел Жена пыталась разуверить его Объясняя все галлюцинации Но Эс объявил Что никакие рассуждения не заставят его переменить свое мнение Таков рассказ самого Эс Который узнал о смерти своего друга Только на другой день, в три часа по полудни Элл действительно умер в субботу Около девяти часов без десяти минут Потому что его брат сидел у него до восьми часов сорока минут И когда в девять часов его жена вошла в комнату И когда в девять часов его жена вошла в комнату, то застала его уже мертвым Теория вероятность Теория вероятности к подобным хорошо засвидетельственным фактам, простирающимся до многих сотен Скажем только, что теория вероятностей, приложенная в этом случае, дает бесконечно малую вероятность Почти равную нулю для объяснения подобных фактов одной случайностью Приведем только окончательное заключение автора статьи Итак Оставим объяснение случайностью Не может быть случайности при подобных условиях Если бы кто желал настаивать на этой случайности Мы могли бы ему в виде возражений привести старинный пример шрифта Брошенного на воздух Никто не решится предположить, что подброшенные на воздух буквы, упавшие на землю Могли случайно уложиться таким образом, чтобы составить целую или аду Итак Ни недобросовестность рассказчиков Ни случайным совпадением нельзя объяснить этих фактов Как ни невероятны и удивительны эти факты, но они существуют Они стали твердой ногой на почве науки и останутся на ней Как бы это ни казалось неудобным для кого-либо Что еще более убеждает нас в том, что Мерс, Герне и Подмор установили действительно новый научный факт Так это то, что если хорошенько оглянуться вокруг себя То всякий без труда найдет несколько фактов, схожих с теми, о которых говорят английские ученые Говорят Случившихся, если не лично с ним, то с кем-либо из лиц ему близких или знакомых Часто не осмеливаются рассказывать о них во всеуслышание И с боязни показаться смешным Кто из нас не знает или не слышал о подобных фактах Я по крайней мере убежден, что большинство читателей согласится со мною Итак, я с полным убеждением могу сказать читателям ревью Попробуйте сделать ряд исследований вокруг себя И вы будете удивлены количеством фактов одного и того же рода Правдивых галлюцинаций, симпатий, проявляющихся на расстоянии Оправдавшихся сновидений, касающихся чьей-нибудь смерти Пожаров, падений и тому подобных важных случаев Если бы все это было произведением одного воображения То без сомнений не существовало бы столько совершенно сходных рассказов О подобных фактах у всех народов Несмотря на различия стран, времен, нравственного и умственного их склада Заключим наше извлечение следующим обращением автора статьи к науке Что касается нашего мнения, то мы полагаем, что новый путь Проложенный авторами фантастмос для науки в высшей степени плодотворен Хотя и опасен, так как мы здесь входим в область глубоко таинственную и загадочную Но кому же и вступать в эту область, как не науке Горе той науки, которая совершенно удовлетворяется тем, что уже приобретена ею Которая заключилась в определенные рамки, из которых не может и не хочет выйти И полагает, что природа сказала уже ей свое последнее слово Горе науки, которая не возрождается постоянно Иначе она вскоре впадает в бессилие Если наша наука откажется углубиться в новую область, до сих пор бывшую ей недоступную Она рискует через сотни-другую лет сделать все столь же бесплодную, как схоластика, абеляра и мистика Парацельса Вполне присоединяясь к этому последнему заключению автора Мы не можем при этом случае не вспомнить о нашем покойном ученом Бутлерове Так красноречиво призывающем науку к исследованию загадочных явлений человеческой природы Который как бы заранее предначертал тот путь, те этапы по пути науки Которыми она должна будет подойти к полному признанию реальности явлений, относящихся к области медиумизма Предвидение его шаг за шагом оправдывается на наших глазах в эти последние годы Давно ли было то время, когда учеными подвергались сомнению такие несомненные в настоящее время вещи, как гипнотизм и его явления Самые невероятные факты гипнотического внушения теперь окончательно признаны И деятельно исследуются наукою, сделавшись полным модным вопросом ее За гипнотизмом и его явлениями настала очередь для явлений, доказывающих действие и влияние человеческой мысли на расстоянии Недавние исследования таких ученых, как Рише, Охарович, Жанне, Гирикур и многих других Открыто заявляющих реальность этого глубоко таинственного по своей сущности действия мысли на расстоянии И поддерживая свои взгляды на страницах такого серьезного научно-философского органа, как Ревью, Философик, издатель Арибо Все это доказывает, что факт действия мысли на расстоянии стал почти признанным фактом Теперь настала очередь для таких еще более, на первый взгляд, таинственных и загадочных явлений Как призраки умирающих людей, явления симпатии, пророческие сны и тому подобное Благодаря упорному труду Мерса, Гернея и Подмора, собравших и критически проверивших громадную массу фактов этого рода Факты эти становятся уже достоянием науки Она уже не чувствует себя в силах сопротивляться перед напором такой массы свидетельств Людей самых почтенных и заслуживающих полного уважения и доверия к своему свидетельству Между собранными и проверенными свидетельствами о явлениях призраков умирающих людей Попадаются такие, где явление этих призраков имело место уже много времени спустя после смерти этих лиц Если явление призраков умирающих объясняется телепатией То есть духовным взаимодействием между умирающим человеком и тем лицом, которому является его призрак То в случаях явления посмертных призраков мы логически приходим к великому вопросу о существовании в другом мире Таким образом, на наших глазах совершается великий переворот в науке, расширение ее сферы И она вступает на тот путь, на который так красноречиво и убедительно призывал ее людей Подобные Бутлерову, Круксу, Уоллису, призывали и другим поборникам истины Наука и загробная жизнь Речь, произнесенная Гербертом Бюрровым Высшая и высшая часть современной науки выказывает сильное тяготение к оккультизму В широком смысле этого слова Не только к спиритизму, но и ко всем психическим силам природы Которая в последнее время понемногу начинает все настойчивее и настойчивее врываться в современную жизнь Какие бы скудные понятия не имел я о спиритуализме Но общее определение ему дал бы такое Спиритуализм есть вера в индивидуальное и сознательное существование духов, умерших людей в иной сфере бытия Причем духи эти могут, может быть, и очень нередко сообщаться с живущими в физическом сфере То, что подразумевается под словом наука, определяем несколько труднее определить Можно выразить это понятие так Строгое исследование путем опыта индукции, дедукции, проверкой факта теории и теории фактом И одной какой-либо отрасли или всех отраслей того, что подразумевается под словом природа И вот когда подобное исследование производилось достаточно долгое время То выводы его и принимаются мыслящими и разумными людьми как выводы науки Теперь я постараюсь рассмотреть, какое отношение существует к так называемому спиритуализму С его основным положением со стороны людей науки в Англии и прочих цивилизованных странах Сильно поражающий и бросающийся в глаза факт заключается в том, что несмотря на усилия таких умов, как Крукс и Уоллес Несмотря на все их работы, так называемая наука и так называемый спиритуализм или оккультизм В общем, вполне антагонистичны одно другому Мне думается, что тут виновны одинаково обе стороны В продолжении 30 лет мистер Бюрост тщательно работал в той области, которая охватывает термин спиритуализма Он много читал, много изучал психическую силу И пришел к такому выводу Пора бы спиритуализму наконец перестать довольствоваться джонами, книгами, львами и тому подобными увеселениями столоверчения Которые, между прочим, много уронили спиритуализм в глазах научных и серьезных людей 30 лет лектор следил за литературой спиритуализма 30 лет читал он сообщения, полученные через медиумов Слышал много соображений на тему, какова должна быть жизнь духов И положительно прогресса не видел Много невежественных, необразованных людей по своей нервной организации, одаренных медиумическими способностями Стрещал он в спиритических кружках, знавал их годы и годы в этой роли И не заметил ни малейшего прогресса в умственном или нравственном отношениях Не пора ли, думает он, выработать что-нибудь определенное, законченное, какую-нибудь спиритуалистическую философию Ведь всякая жизнь, индивидуальная, социальная, национальная Окажется несостоятельной, раз она не будет иметь основанием какую-нибудь определенную идею Научную, философскую или религиозную Нечто гармоничное, способное заявить себя миру И чем определеннее та или иная форма, в которую эта идея выльется Тем полнее и законченнее она явится С другой стороны Человек науки Прошу заметить, что здесь я не говорю об ученых позднейшего времени Посвящающих очень немало времени оккультизму Я говорю о тех материалистах, которых принято называть людьми науки С высоты своих точных наук Тотчас же сошлются на цельность и гармоничность своих воззрений Вовсе не нуждающихся для этой своей гармонии в каких-либо спиритуалистических данных Он поэтому их тотчас же отвергнет Следует заметить, что, как невелики были ошибки сосарных спиритов Они ничтожны в сравнении с ошибками материалистов Спириты неоднократно стремились подвергнуть свои наблюдения строгой критики научного исследования И получали неизменный ответ, что раз они приглашают исследователя То этот последний имеет полное право выбора способов исследования Спириты, зная приводу наблюдаемых ими явлений, отказывали в этом И материалисты признавали исследование невозможным на том основании, что для этой цели Ими не были пущены в ход те самые пробирки, инструменты, тот материал Одним словом, которым они привыкли исследовать материю Принимая соображения, с одной стороны это обстоятельство, а с другой очень большую группу спиритических явлений Исследование которых подобным способом невозможно Приходишь, разумеется, к убеждению, что между научным материализмом и спиритуализмом лежит глубокая бездна Общей почвы нет, это очевидно, однако Можно было бы подать руку друг другу в исследовании хотя бы ничтожной части явлений Допускающих применение обычных способов и инструментов Научные материалисты ссылаются на изречение Ньютона Что чем реже происходит какое-либо явление, тем более доказательства оно требует для признания И они правы Но, конечно, это доброе правило до крайних пределов не должно быть доводимо И не следовало бы, как это мы видим сплошь и рядом Оглушать, как молотом по голове какого-либо скромного и робкого исследователя С первых же шагов восклицанием Это нелепость Это вырождение, глупость, безумие Только потому, что этот факт не вяжется с их предвзятым представлением об этом предмете Представьте себе, что Гальване, когда жена пришла ему сообщить, что многие лягушки двигаются Вместо того, чтобы пойти и посмотреть, ограничившись с обосписанием Это нелепость Или Франклин и многие другие изобретатели поступили бы подобным же образом И вместо того, чтобы тщательно разобраться в неожиданно встретившемся им незнакомом факте Отделались бы лишь пренебрежением и криком Нет сомнения, что при таких условиях многие полезные открытия были бы отсрочены на многие лета А некоторые никогда бы не увидели света Очень неблагоразумно утверждать что-либо бездоказательно Но не менее неблагоразумно и отвергать все лишь по незнанию, лишь за неимением опыта Вот это соображение и должно было бы быть тезисом научности Ибо один факт, утвержденный на опыте, стоит более чем миллион теорий и гипотез Утвержденных на вере или на доверие, что одно и то же Как уже сказано, наука давно приняла чисто материалистическое направление И думаю я, что небезынтересно будет проследить причину такого течения Для этого необходимо сопоставить науку времен до реформации с наукой современной Как известно, наука того времени была собственно теология плюс наука И сосредотачивалась в руках католической церкви Причем далеко не безопасно было касаться и ее космологии Иначе можно было подвергнуться преследованию и даже сожжению на костре И вот физические и научные изыскания сослужили великую службу Они освободили человечество из-под гнета средневековых предрассудков И как всегда бывает впали в другую крайность Наука до реформационного времени смотрела на человека как на центр вселенной Солнце, луна, звезды были созданы лишь для его пользования И на тогдашнее, все тогдашнее научное мировоззрение Виждилось на благородном человечестве Но астрология дала новое знание, расширила это миросозерцание И тогда произошло курьезное превращение Не только исчезло понятие о человеке как о центре вселенной Но и сам человек со всеми его высшими, благороднейшими свойствами Был даже выключен из пределов схемы природы Он был поставлен ниже, чем микрокосм Микрокосм в макрокосме Мало-помалу человека отняли все прирожденные ему высшие качества Он был неизведен на ступень груды протоплазма На степень игрушки слепых сил природы С перспективой, наконец, полного уничтожения Смерти В настоящее время преобладающий взгляд на человека социально-материалистической науки Заключается в том, что жизнь его и сознание находятся в полной зависимости От электрической, химической и молекулярной деятельности мозга И с разрушением этого органа прекращается и жизнь, и сознание, и мышление Во все исторические времена были две школы мыслителей Школа натуралистическая или материалистическая И школа умозрительная или спиритуалистическая Утверждавшая, что человек Существо духовное Находящееся в тесном связи с духовной стороной природы Очень ошибочно предполагать, как многие предполагают Что только ничтожная горсочка людей разделяет воззрение школы спиритуалистической Наоборот, вопреки всем доводам материалистической школы Огромное большинство людей склоняется в сторону признания духа Доказательством чего служит живучесть христианства, буддизма И вообще место, какое занимает религия в истории и культуре народов По-видимому, борьба этих двух школ учения В скором времени сведется на решение трех или четырех вопросов И главнейшим из них будет Признавать или не признавать доктрину сознательного существования после смерти Научный материалист основывается на гипотезе отрицательной Которая вполне законна, если допустить предварительно то положение Что жизнь в мыслительной способности и сознании Вполне зависят от химических, электрических и молекулярных изменений Происходящих в мозгу Конечно, если это все допустить То с разрушением мозга неизбежно должны исчезнуть и жизнь, и мысль, и сознание Нельзя отвергать, что множество фактов повседневной жизни Как бы подтверждают законность именно этой гипотезы Представьте себе Если бы сейчас, сию минуту, кто-нибудь из присутствующих здесь умер Материалист имел бы многое сказать в защиту своей гипотезы Он мог бы сказать Смотрите, минуту тому назад это был человек полный жизни и мысли А теперь это труп безжизненный, бесчувственный, без мысли и сознания Если вы, оккультист, спиритуалист или теософ Утверждаете, что эта жизнь, это сознание продолжает существовать То на вас лежит обязанность доказать это Положение получится довольно затруднительное Для того, чтобы ответить и противопоставить отрицательной гипотезе Гипотезу положительную, не менее научно обоснованную Я постараюсь на время отрешиться от всякой идеи о психических явлениях Продолжение следует...